Лидочка 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 Когда ей было 16 лет, началась война. Жила семья тогда в Черном Яру. Поселок находился между Волгоградом и Астраханью. Училась в это время в школе. Ребят посылали на работу в поле за 60 километров от дома. Все работали в колхозе, пахали, возили воду. Лидочка говорит, что было очень тяжело. Забрали на войну любимого папу и брата в 42 году. Брат Михаил учился в летной школе. Был голод, есть нечего, ловили рыбу. Всем выдавали паек. Хлеба не хватало. Его очень хотелось. Было очень страшно. Военные бесперестанно ехали с Астрахани на Волгоград. Не прекращались бомбежки. Летали и строчили самолеты. Стояла вышка, на которой все дежурили по очереди. А потом в нее попал снаряд. За водой ходили на Волгу. Очень переживали и плакали, потому что не было вестей от отца и брата. Миша пропал без вести. Потом, когда война кончилась, он пришел домой. Оказалось, он воевал на Курской дуге. Был летчиком. Самолет был сбит. И он оказался в госпитале с многочисленными ранениями. Он лишился ноги. Тяжело приходил в себя. Когда он вернулся, он забрал семью жить в Дубовку. В Дубовку, под Волгоградом. Там у Лидии родилась дочь. Работала прабабушка всю жизнь продавцом. Потом семья приехала из Дубовки в Рудню. В это время пришел отец. Он был 10 лет в Магадане, после плена в Бельгии. Работала прабабушка в Рудне, в магазине тканей, продавцом. Когда ей было 55 лет, она вышла замуж за Стативкина Александра. Он был директором школы-интерната, а потом председателем сельского совета. У него умерла жена, и он жил с детьми. Все они стали одной дружной семьей. И дружат до сих пор. Прабабушка имеет звание ветеран труда. У нее есть медаль. 50 лет победы в Великой Отечественной войне, 41-45 год. А также удостоверение вдовы участника войны. Теперь Лидочка живет у дочери в Касимове. Вот такая у меня прабабушка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!